Могу поспорить, что героев нашего сегодняшнего сюжета вы встречали не раз. По дороге на работу или домой. Возможно, вы даже и подавали им. Инвалиды, которые на проезжей части просят милостыню, далеко не новинка. Но только в последнее время их стало необычайно много. Чтобы разобраться в проблеме, надо внедриться в ряды наблюдаемых. Ряд ли нас кто-то бы пустил в закрытое сообщество попрошаек. Но пообщаться с ними по-человечески мы все же попытаемся. Чаще всего инвалиды стоят на перекрестках с очень активным автотрафиком. Именно поэтому снимать на теле камеры будет очень опасно. Мы предпочли режим скрытой камеры. Это позволит нам пообщаться более доверительно с инвалидами и плюс обезопасит нас. Поэтому сейчас я иду на один из таких перекрестков. Чтобы не отпугнуть наших героев, я придумываю себе легенду о работе благотворительной организации. И вооружившись пятигривневой купюрой, направляюсь к проезжей части. На самом деле подходить к инвалидам и общаться с ними достаточно страшно, потому что не всегда понятно, рядом ли с ними те люди, которые их крошуют. Это вполне себе небезопасно, но мы попытаемся удачу. Возьмите, пожалуйста, скажите, вам нужна помощь. Я из организации общественной для помощи инвалидов. Какая помощь вам нужна? Есть. Скажите, как вы сюда попали? Куда попали? Да. Сергей оказался не очень разговорчивым. Я явно мешала ему работать. Он на своем месте старожил. Уже много лет дежурит на перекрестке Адмиральского проспекта и Лиздорской дороги. Говорит, инвалидом стал после аварии. Попросил только одно – теплых вещей. В поисках более сговорчивого собеседника едем дальше. Как вы здесь оказались? Ну, здесь так. Заставляет так зарабатывать. Авария была. Когда? Ну, да, я был в машине справа от водителя. Скажите, а государство мне помогает? Пенсию. А вы обращались? Сколько у вас пенсия? Минимально по второй группе. А сколько это? 1200. 1200? Наш герой тоже давно работает на своем месте. Говорит, однажды просто решился и вышел на перекресток. Уверяет, ни с кем не договаривался. От патрульных получил всего лишь предупреждение не нарушать. А сколько вы здесь будете каждый день? Много получается заработать? Нет. Он не назвал своего имени, но запомнился мне больше всего. Его я не отвлекала от работы. Ему хотелось поговорить. Он даже побеспокоился о моей безопасности. А что же нам будет работать? Я не хочу. Правозащитник Дмитрий Бакаев самовольное попрошайничество не верит. По своему опыту знает. За такими людьми всегда кто-то стоит. Говорит, это целая мафия, разбитая на отдельные ячейки, семьи. Они находят людей, полностью лишенных радости жизни. И обещают им золотые горы. Инвалиды, чтобы выйти из своего замкнутого мира, соглашаются на активный способ заработка. Стоят они, как правило, на самых оживленных перекрестках. В других местах, если появляются не свои инвалиды, их сразу выпихивают. И, естественно, крышует эта рома, как сами себя называют, то есть цыгание. А вот полиция уже устала бороться с такими попрошайками. По многу раз их забирают с перекрестков, ведут разъяснительные беседы, но инвалиды все равно возвращаются на свои посты. Мы просто второй день уже дежурием в этом районе. И вот на перекрестке, на Круговом, стоит человек, который уже много лет, как он утверждает, здесь работает. Вот почему его никто не убирает? Не раз была такая ситуация, когда патруль одним за другим убирает этого человека с проезжей части, но он все равно туда возвращается. То есть привлечь его к ответственности за это нельзя. Подавать или не подавать таким людям – это личный выбор каждого. И все мы понимаем, что их кто-то крышует, всех историй, как под копирку, кроме денег, им ничего от вас не нужно. Но с другой стороны, это все же люди, которые при инвалидности обязаны существовать на нищенскую пенсию, и им на нее не прожить. Анастасия Левкович, Григорий Евич, телеканал «Репортер».